Здравствуйте! Вы смотрите программу «Наше время» в студии Екатерина Шергова. Революция не только пожирает своих детей, как сказал на эшафоте Жоржд Антон, но и уничтожает памятники культуры. 11 лет назад в провинции Бамиан в Афганистане талибами были уничтожены статуи Будды. Несколько лет назад был разворован музей в Багдаде, а в прошлом году во время арабской революции из Каирского музея исчезли бесценные экспонаты. Были разграблены гробницы в Дельте и Гизе. В феврале прошлого года министр по делам древности говорил, что, например, из египетского музея украдено 18 экспонатов, но позже стало известно, что грабителям, проникшим в здание на площади Тахрир по пожарной лестнице через стеклянную крышу, удалось вынести 48 экспонатов. К счастью, 29 потом удалось вернуть и, кстати, при помощи простых египтян. Протесты в Египте продолжаются. Совсем недавно был сожжен дотла институт Египта, в котором на протяжении пяти веков хранились уникальные экспонаты. О том, во сколько в мировой культуре обошлась арабская революция, мы сегодня побеседуем с гостем программы «Наше время». У нас в студии египтолог, президент Ассоциации по изучению древнего Египта Виктор Солкин. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Давайте начнем, собственно говоря, с тех событий, которые для мировой общественности стали как раз отправной точкой, когда стали говорить о сокровищах, которые либо утеряны совсем, либо, может быть, их можно будет вернуть. А именно это само разграбление Каирского музея, поскольку он находится в непосредственной близости, просто стоит фактически на площади Тах-Хрир, где были все революционные события прошлого года. Это, вот скажите, вот когда вы увидели эти кадры, о чем вы в первую очередь подумали? Вот вы лично, человек, который там много раз бывал. Ну, это шок, конечно, это шок, потому что вещи настолько любимые, знаковые, известные, это, знаете, как близкие родственники, когда вы видите эти витрины, вот первые были кадры, которые показали катарские каналы, когда те же вещи, там, статуи Татанхамона на ладье или статуи Татанхамона на леопарде, они, я думаю, что очень многим зрителям известно, они в 73-м году в составе выставки Татанхамона были в Москве. И когда вот эти вещи видишь разломанными, лежащими, то, с одной стороны, это шок, а с другой стороны, вы знаете, все-таки поразительно, когда вещи 14-го века до новой эры, то есть им 35 веков, которые прошли всю эту историю, начиная с древнего Египта, через историю с Картером, с находкой, через все это увлечение Египтом в середине 20-го века, и вдруг оказывается, что вот их судьба быть сломанными, изуродованными в руках вандалов, особенно страшно даже, вы знаете, на мой взгляд, не то, когда украли, потому что всегда остается надежда, что вернут, а когда, например, взяли вандалы эту статую царя, стоящего на леопарде, это дерево, это дерево, покрытое гипсом, покрытое по золотой, инкрустированной, и ей били витрины. Вот это, конечно, абсолютно беспрецедентно. То есть для вас в первую очередь шок был именно от вандализма, да, а не только от факта кражи? Конечно, понимаете, в любом государстве, в любой стране может случиться любая кража. В конце концов, вот совсем недавно было ограбление в музее в Олимпии, в Греции, где опять оказалась бы вполне мирная обстановка, и ничего такого быть не могло. Сам факт кражи, увы, это печально, но всегда остается надежда, что что-то вернут, и опять же, наша египетская история показала, что много вернуть удалось. А вот когда статуя, тем более найденная, любой памятник найден нетронутым, превосходным, который, по сути, не несет на себе никаких следов повреждений ни от времени, ни от среды, это же очень редкая ситуация. Тем более, что там тот же Тутанхамон, это целостный комплекс памятников, целостная гробница. Когда ты видишь, что вот этим били витрины, ну это, конечно, просто шок. Шок и у нас, и у наших египетских коллег, потому что мне показалось, что очень недооценили многих сотрудников музея, простых сотрудников музея, не начальство, которое в итоге пыталось эти вещи возвращать, и договаривалось, как я сейчас понимаю, с людьми, которые, украв эти вещи, не могли их продать. То есть они пытались любыми способами вернуть эти вещи в музей и все-таки возвращали. То есть это, прежде всего, конечно, шок, что вещи, которые являются не просто знаковыми для египетской культуры, а для всемирной культуры, для всего человечества, ими оказываются били витрины. Вот это, конечно, шок главный, мне кажется. Ну, вы знаете, я как бы понимаю вас, я понимаю, о чем вы говорите, но если вот делиться своими воспоминаниями, то, конечно, я испытала еще одно потрясение. То есть, конечно, это тоже, это, конечно, вот эти цепочки из людей, которые просто стояли, взявшись за руки и охраняли. Не только вот, да, Каирские музеи, это было и в других регионах, где тоже было неспокойно, и кто-то там решил этим воспользоваться, когда, я просто боюсь ошибиться, по-моему, в Долинь-Гизе удалось тоже никого не пустить. Это было. И, то есть, началось это все, вот эта цепочка трое суток стояния вокруг Египетского музея в Каире, потом, буквально на следующий день, это началось в Александрии, потому что мало кто знает, что внутри новой Александрийской библиотеки там тоже есть великолепный музей древности. И туда вещи давалось во время Египетский музей для специальной новой экспозиции. Мало кто, раз и люди пришли, просто встали в живую цепь, но и охраняли. Прежде всего, сотрудники молодые, причем сотрудники Высшего совета по древностям, но потом подтянулись простые египтяне, это очень важно, потому что это не только цепи в столице, но я приведу один, на мой взгляд, очень яркий пример, это Карнакский храм, то есть это в Луксоре, национальный храм гигантский, это территория ВВЦ в Москве, и люди стояли по 100 человек с каждой стороны храма, он приблизительно прямоугольный, потому что прошел слух по деревне, что пойдут ночью храм грабить, и когда действительно команда грабителей прорвалась внутрь святилища, то люди объявлялись с минаретов соседних мечетей, где есть прорыв, вы знаете, их поймали, печально то, что грабили полицейские, причем туристическая полиция, вот, и они даже пытались отстреливаться, вот люди Карнак, они защищали свой храм, и для меня это не просто слова, потому что вот там вот в этих цепочках стали мои хорошие друзья, и я когда в апреле приехал в Египет, вот первый раз в этот революционный год, мне люди с горящими глазами рассказывали, почему это нужно, это были мусульмане, это были христиане, это были людей, которые там живут, то есть это вот нечто такое, что абсолютно объединяет, консолидирует общество, и что мне кажется, недооценили немного у нас, у нас как-то очень увлеченно рассказывали о фантастических русских туристах, которые ничего не боятся отдыхать в Хургаде, а вот об этом пласте практически ничего не говорили, а это важно. Рассказывайте вещи, и вот, если говорить с точки зрения истории, то известно, что некоторые поселения, некоторые там деревни в Египте, они, жители этих деревень, являются потомками грабителей и гробниц. Конечно. Да, и вот эти потомки, они выходят защищать то, что не разграбили их предки. Более того, я приведу еще один пример, он касается деревни Курна, это тот же Луксур, только западный берег Нила, огромный фиванский некрополь с долиной царей, с долиной царей, в центре это деревня, дома, которые стояли на гробницах вельмож, то есть это вот такой слоеный пирог под домами, там сотни и сотни гробниц. И несколько лет тому назад, несмотря на то, что эта деревня сама по себе памятник, она вошла в историю археологии, потому что жители многим археологам подсказывали, где искать гробницы и так далее, ее снесли. Ее снесли, потому что, ну а с официальным таким ответом высшего совета по древностям было то, что хотели предотвратить дальнейшее сграбление некрополя. И вот когда полиция ушла, а первая со всех археологических памятников ушла полиция, просто из страха, что полиция была врагом египетского общества на протяжении очень многих лет, в последние годы правления Мубарака. Так вот, жители этой деревни Курна, они взяли под свой контроль некрополь, и удивительно, эти люди, которые потомственные гробители, гробниц, они охраняли долину царей. И из всех служащих один Мансур Барейк, это глава археологической службы Западного берега, он с автоматом в собственной машине сидел на въезде в долину царей. А остальные защищали местные. Вот, и вот эти первые дни, потому что, честно говоря, мы за, мы египетологи, я имею в виду, мы за Луксор боялись больше всего. Потому что памятник из музея, повторюсь, можно вернуть, но когда мы говорим, например, о царских гробницах с фантастическими фресками и рельефами, если, избави бог, что-то пострадает, это уже невосстановимые абсолютно памятники. Вот, к счастью, благодаря местным жителям, Луксор, чаша эта миновала, и, по сути, потери в Луксоре были не столь велики, какими могли быть. А вот скажите, а вот этот вот барельеф знаменитой гробницы Майи, он вообще, вот сообщалось, что он оторван, да, был просто от стены. Это все, это невосполнимая потеря? Это, по сути, ну, это, конечно, большая потеря, это подлежит реставрации, причем очень долго не было информации со стороны египетского правительства. Первые стали просто публиковать свою частную переписку французские и нидерландские археологи. И дело в том, что в Некрополе, неподалеку от Каира, есть две гробницы Майи. Один архитектор Тутанхамона, а другая – это дама Майи, кормилица царя. И очень долго вообще даже было непонятно, откуда отсловенный рельеф. И выяснили, что все-таки это гробница кормилицы. Это уникальное изображение знатной дамы в роскошных одеяниях, которые держат на колени их младенца Тутанхамона. То есть это вот самый второй человек после рано умершей матери. И там за счет того, что этот сектор вообще не охранялся, действительно были отсловены рельефы. Часть из них ушла на черный рынок. Будем надеяться, что все-таки это вернут. Часть осталась. Но это как минимум сложнейший процесс реставрации. И, конечно, это французская миссия. То есть там французы исконно копают. Алензиви – это центр национальных исследований научных, Парижский. Вот там титанические просто реставрационные работы предстоят. И это даже не самый страшный, наверное, случай вандализма. Вот раз вы заговорили о миссиях, была информация, что они уезжали во время всех этих событий, миссии покидали. Вот сейчас они все вернулись или нет? Часть. Ну, во-первых, не все покидали. Зависело очень много от полевого директора и от стойкости миссии. Потому что, например, очень хорошая моя коллегия, совместная миссия европейская из разных стран, которая в Луксоре, все, наверное, туристы, знают огромные колоссы Мемена. За ними когда-то стал огромный храм 14 века той новой эры. Так вот, полевой директор просто приняла решение, очень мужественная женщина, армянка Хурика Сарузиан, потрясающий искусствовед, который предложил всем желающему остаться. Помимо того, что была дополнительно оплачена охрана, люди сами ночами сторожили свой собственный раскоп. Так то же самое было и в Абидосе, знаменитом древнеегипетском культурном центре, где стояла немецкая миссия. То же самое было в столице Ихнатона, Нефертити, в городе Амарна. А если говорить о миссиях, которые были поблизости от Каира? Вы знаете как? Ну, если, опять же, ситуация разная. То есть в Гизе американцы, это Марк Линнер, это миссия, которая копает гробницы неподалеку от пирамид и реставрировала сфинкса, они до последнего оставались на своих местах. Но здесь была ситуация сложнее. В провинции, в основном, когда работает миссия, они прекрасно знают всех местных шейхов, все местное управление. И в основном местные относятся очень хорошо. Это всегда диалог. Каир, как столица, непредсказуем. И потом мы не должны с вами забывать, что в первые дни революции были открыты тюрьмы, прежде всего находящиеся в западной пустыне. И огромное количество тысячи преступников, оказавшиеся на воле, они пошли грабить и мародерствовать. И поэтому часть миссии, которая была непосредственной близости от Каира, она усиленно выводилась египтянами намеренно, потому что просто египтяне опасались за жизнь тех людей, которые там работают. Каир оказался самой неспокойной точкой, поскольку столица огромный город. И, по сути, вся история с тюрьмами, она еще раз показала, насколько столица опасна для культурного наследия. Ну вот, смотрите, уже прошел год с тех событий, что можно сказать, и все-таки неспокойно было весь этот год, да, плюс процесс над Хосни Мубараком, вроде как, да, стали разбираться и преобразовали в отдельное Министерство по делам древности. Да, совершенно верно. Сначала оно находилось там внутри, было там отдельным департаментом, сейчас это стало Министерством. То есть пытаются заниматься этими процессами, да. Но, с другой стороны, мы с вами видим там буквально вот в феврале очередной пожар в институте. Ну, я чуть-чуть остановлюсь, наверное, на институте Египта. Эта ситуация все-таки довольно отличается от всего того, что случилось в Египте за год. По одной простой причине. Институт Египта, он находился буквально рядом с полицейским управлением, внутри которого был конфликт, и люди стали забрасывать это полицейское управление бутылками зажигательной смеси, и они попали в этот институт. Это, конечно, колоссальная трагедия, потому что это 40 тысяч книг. Это все-таки институт, основанный Наполеоном Бонапартом, это здание легенды сама по себе. Но там не было намеренного вандализма. Дело, понимаете, ведь и не в этом. Это как раз один из примеров того, что и сегодня из себя представляет Каир. То есть мы не можем говорить о безопасности тех или иных сокровищ в Каире, которые находятся в музее, если настроения в обществе на сегодня таковы, что группа недовольных граждан может прийти к полицейскому участку, закидать его бутылками зажигательной смеси, и в результате случайно сгорит институт, который пять веков насчитывает. Вы знаете, я приведу свой личный пример. То есть я вот за революционный год, я был в Египте дважды, в апреле, в октябре. Египет — это не площадь Тахрир. Это очень важная вещь, потому что через СМИ в основном воспринимают все, что охваченное волнение площадь, это есть весь Египет. Это не так, потому что... Но при этом мы с вами понимаем, что институт изучения находится вообще не на площади Тахрир. Он рядом, он недалеко, он недалеко. И в целом настроение в обществе такое, что они, в общем-то, сами устали от всех этих беспорядков, и многие, наоборот, настроены на работу, учитывая, что, например, люди, которые живут в Луксоре, которые были ориентированы на своим родом деятельности, на мелких туристов, это голод, они голодают. Это голодающие семьи. Это достаточно очень тяжелый процесс, потому что вот все мы, у нас уже многолетние друзья в том же Луксоре, просто возили туда какие-то суммы денег, просто чтобы помочь друзьям, потому что ну просто вообще не хотите сработать на хлеб. Что касается ситуации в Каире, выводы очень многие, и разные. С одной стороны, действительно, другой статус получило Министерство по делам древности. Это давно было необходимо, потому что все-таки, когда мы говорим о Египте, наследие древнеегипетской цивилизации, такой кругольный камень этой страны, ее культуры и вообще восприятие Египта другими людьми. Очень сложные процессы были в том, что было очень трудно выбрать фигуру на пост министра, который устроил бы всех. За год сменилось четыре человека, после доктора Заихаваса, который всем, я думаю, был прекрасно известен. Четыре человека. Прежде чем была выбрана более-менее нейтральная фигура, которая всех устроила. Он доктор Мухаммед Ибрагим Али, он известный египетский археолог, он очень достойный человек. И сейчас вот первые уже шаги, они очень активные. Новые музеи открываются, и все-таки была сделана единая база большинства потерянных памятников. То есть много конкретных шагов. Но есть еще и другая тема, которая была очень болезненной для этой сферы. Потому что ведь тот же Каирский университет и другие университеты Египта, они выпускают достаточно большое количество молодежи. То есть египтология как специальность внутри египетского общества, она популярна. И был огромный разрыв. Были годы между, например, зарплатой управляющего состава министерства, или тогда еще высшего совета по древностям, молодого инспектора. Ну вот представьте себе, что в первом своем интервью директор Египетского музея в Каире, доктор Ваф Ассадик, вот после ограбления, она объявила зарплату, которую назначает не она, а министерство. Охранник музея получал приблизительно 35 евро в месяц. Вот дальше задаем мы себе вопрос. Насколько легко этого человека можно уговорить совершить какую-то кражу в музее? Легко. И те 9 человек, которые громили памятники Тутанхамона, из них 6 человек это были охранники музея, остальные высокопоставлены полицейские. И во главе этого всего стоял очень крупный чин тогда еще правящей национально-демократической партии. И сейчас очень большой вопрос связан с тем, что Египет открывается новым музеем, открываются новые какие-то места дотации для трудоустройства молодежи. Поскольку талантливых людей много, реализоваться они тоже как-то должны. И по сути, это и новая ротация, и новые рабочие места, и возможность молодым египтологам египетским найти свое место в этой жизни. Потому что, конечно, то, что было до этого, это было весьма печально. Ну вот скажите, вы сказали, что первое, что сделал... Вот нынешний, который стал фактически четвертым министром за этот год, это все-таки был составлен вот этот вот список, наконец, полностью. Можно сказать, что на сегодняшний день известны все потери, которые были в Египте в прошлом году? Нет, конечно. Все равно нет. Конечно, нет. Потому что у нас как-то по естественным причинам, у нас перед глазами стоит Каирский музей, вся эта история с ограблением, с тем, как возвращали отдельные предметы. Это тоже, мне кажется, очень интересно. Но ведь главная беда была не в Египетском музее, а в Каире. Вокруг Каира определенное количество национальных археологических хранений. Например, 24 километра к югу от Каира, это древний Мемфис, это национальное археологическое хранение Митрохина. Это тысячи экспонатов, которые туда... По-моему, оно стало как раз лидером этого специального рейтинга. Его разграбили полностью, потому что туда... Что такое археологическое хранение? Туда все миссии, европейские, египетские, которые работают вокруг, они сдают найденный материал. И среди местного населения, особенно среди подростков, почему-то было такое впечатление, что там наверняка золото, какие-то сокровища. Хотя на самом деле есть правило. Найденное золото, оно в течение 12 часов после находки, оно уходит в подвал гиперского музея в Каире как раз. И люди врывались в эти хранения, выбирали какие-то предметы, но самое страшное, что в ярости, не находя тех самых долгожданных сокровищ, они громили вещи. И вот, например, мои чешские коллеги, которые копают одну из полей пирамид недалеко от Каира, это поле Абусир, они рассказывали, что у них хранение слоями разбитой рельефы, растерзанной иммунии и разбитой саркофаги. То есть они не представляли интереса для местных грабителей, подростков, но мы можем себе только условно представить, какой культурный пласт, по сути, уничтожен. И да, есть база данных по нескольким археологическим хранениям. Понятно, что с Каирским музеем последний памятник был найден из Украденных 9 января 12-12 года, то есть совсем недавно. Великолепная бронзовая статуя богини и кошки Бастет. Но о том, чтобы составить базу вот этих всех хранений, пока речи еще нет. Есть очень хорошая инициатива, высказала ее доктор Салима Икрам, это ведущий гиптолог Американского университета в Каире. Дело в том, что, безусловно, каждый полевой директор ведет базу данных своих собственных находок. Вот речь идет о том, чтобы полевые директоры сами сделали эту базу, отдав в нее то, что есть у них в собственных архивах. И это как-то позволит отследить памятники. Но, с другой стороны, мы сами прекрасно понимаем, что если там какой-то бесценный рельеф появляется на черном рынке, он просто может быть продан нелегально. И есть же случаи, когда уже на египетской таможне разловили подлинные вещи. И насколько здесь удастся этот памятник поймать, это, наверное, вопрос совести таможенника и вопрос совести того, кто откажется покупать, прежде всего, в Европе такую вещь. А вот, смотрите, если мы говорим об экспонатах, которые, ну, понятно, то, что находится в Каирском музее, оно оказалось как раз и в центре внимания. Там были истории, когда люди сами возвращали. Что-то, по-моему, случайно просто нашли на улице, то, что выносили, и что-то вы там бросили. Там парадоксальные истории, и на самом деле эти истории, они внушают некую надежду. Потому что среди украденных вещей было много вещей знаковых, которые входят во все генеральные каталоги Каирского музея. Например, знаменитая статуя царя Ихнатона, которая держит жертвенник в руках. Это очень известный памятник. Их невозможно оказалось, к счастью, продать. То есть и вывезти было невозможно, и никто из, наверное, черных дилеров, к счастью, не стал покупать памятник, который известен по всем книгам. Его подбросили к урне Каирского музея. И его нашел мальчик, который, ну, по официальной информации, его нашел ребенок, который принес его домой. Случайно совершенно его двоюродный дядя работал в службе древности. Он увидел с квадратными глазами, что принесено в дом, вернул этот памятник. А, например, вещи, растерзанные вещи Тотанхамон, то есть фрагменты его деревянных позолоченных статуй, раздался звонок. И действительно так раздался звонок. Высший совет по древностям. Была информация, что вы должны приехать на станцию метро Шубра-Эльхейма. Это такое Алтуфьево-Каирское. И там вот черный мешок в углу. Значит, там были деревянные позолоченные фрагменты статуй Тотанхамона на ладье, бронзовые царские военные трубы, фрагменты опахал царских. То есть там были потрясающие вещи, которые на самом деле даже обуватий прекрасно знают. Они у всех на слуху. Их очень тяжело и очень непросто реставрировали. И результаты реставрации были предъявлены в октябре. Они достойные. Это очень важно. Они достойные. Есть потрясающий египетский реставратор, дама Надя Локма, которая училась в Италии, в Америке, которая крупнейший реставратор по дереву. И вот то, что она сделала, это подвиг. Потому что она буквально по золотиночке собирала то, что можно собрать. Повреждения видны. Они значительные. Но, тем не менее, это уже тоже результат. И результат очень достойный. А как-то пытались разобраться. Вот вы называли это известный факт, кто входил в эту банду грабителей, что там были охранники, там были чины и полицейские. А заказчиком или главным идейным вдохновителем был один из руководителей. На тот момент правящей партии. Ну, к охранникам у меня, скажем, нет, скорее, в данном случае, вопросов. К полицейским тоже, конечно, в меньшей степени. Ну, потому что я не уверена, что уровень их образования, в общем, позволяя бы сделать вывод, что все, что они выносили в тот момент, невозможно продать практически. Но вот тот, кто это придумал, неужели он настолько был глуп? К счастью, да. Почему я делаю такой вывод? Потому что когда вот эта ночь, страшная ночь, 28 на 29 января 2011 года, когда грабители через стеклянную крышу, я напомню, Египетский музей уже 1902 года постройки, и он ориентирован на экспозицию с естественным светом по моде того времени, потому что там была экспозиция с растениями тропическими когда-то. Они пробили эту стеклянную крышу, они попали внутрь, и люди не знали, на самом деле, где хранятся наиболее ценные памятники. Трудно, конечно, самому себе задавать вопрос, а что ценнее, позолоченная статуя Тотанхамона или там статуя Нефертити? Но если мы говорим, по крайней мере, о золотых залах, где стоит маска Тотанхамона, вот вещи абсолютно национального, высочайшего национального уровня, они были рядом, и они стали бить витрины с позолоченными вещами, думая, что они золотые. И, допустим, в первых даже катарских кадрах там есть интересные вещи, когда, допустим, есть витрина с разнообразными памятниками, ее разбили, из нее украли какие-то предметы, и в центре, например, стоит фаянсовый гиппопотам XX века до новой эры, аналог которого там был не так давно продан на Сотбис за 2,5 миллиона долларов. То есть они взяли меньшие предметы, а кому нужен вот этот синий гиппопотам? Да никому. То есть вот отсутствие образования, то, что они не были подготовлены, не знали, к счастью, это во многом спасло музей, потому что иначе ограбление было бы более точечным и более плачевным. Ну, то есть тогда вы получаете, что это была скорее спонтанная история? Спонтанная история. Рядом горело здание как раз Национально-демократической партии, оно буквально примыкает к зданию Египетского музея. Когда стали тушить это здание, грабители воспользовались одной из пожарных лестниц, одной из пожарных машин, и с помощью этой лестницы перебрались на крышу музея. То есть это была спонтанная акция. Они знали, что вот тут, на втором этаже, тут Анхамон, вот надо идти туда. Что конкретно они не знали? И на первом этаже там есть зал с омарнским искусством, это эпоха Эхнатона Нефертити, это известные памятники. И вот там тоже достаточно сильно погромили витрины и вытащили отдельные скульптурные портреты, часть из которых до сих пор не верналась. Ну вот ограбление Каирского музея, это, скажем, типичное ограбление, которое вот в эти дни потом было по всему Египту. или где-то было серьезное такое ограбление, подготовленное, причем людьми образованными, где ущерб гигантский, да? Гигантский я имею в виду с точки зрения того, что эти люди были готовы, а не в том, что вот как подростки, которые пришли просто от злости разгромили все. К счастью, нет. К счастью, нет. Ну, опять же, я здесь, наверное, приведу еще один пример, когда, допустим, есть памятник, может быть, он не столь ценен с художественной точки зрения, но он уникален. В Дельте на севере Египта в одной из провинций была уникальная гробница XIII века до Новой эры. Она, может быть, не самая совершенная по степени декорировки или отделки, но она единственная. Ввиду того, что вот в тот момент она была единственной найденной в этом районе, просто разобрали на куски. Это гробница Кенамона. И вот это абсолютно уникальный исторический памятник, которого просто, к сожалению, больше нет. Все остальные случаи, вы знаете, они достаточно страшные. То есть, вот я перескажу буквально вот маленькие фрагменты переписки с своими французскими коллегами, которые работают на полях пирамид недалеко от Каира. Толпа, например, 200 человек, подростков 15-18 лет, которая двигается, которая вскрывает, естественно, то есть там даже какие-то были там пара отрядов полиции, но просто полиция сбежала от них, которые просто вскрывали это хранение, которые топтали вещи, которые думали, что вот, например, стоит рельеф в гробнице, наверное, под ним что-то есть, под ним подкапывали грунт, просто этот рельеф обрушался. И потом, естественно, французские коллеги, которые были в этот момент на месте, ничего не могли предпринять, им еще кидали камнями. И здесь очень хорошо сказали чехи, что, по сути, например, теперь после всего этого, сделай выводы, очень многие миссии открывают небольшие образовательные курсы для желающих, для тех деревень, для школ тех деревень, которые рядом, для того, чтобы показать, а что это за памятник, а что здесь вообще находят, почему здесь нет золота, или почему золото ушло, например, в тот же Египетский музей. Потому что, на самом деле, даже среди той же молодежи, которая очень бедна, и которая очень необразована во многих отдаленных районах Египта, интерес к тому, что было построено там предками, он велик. И, знаете, довольно забавно, когда в древнем Менфисе там руины огромного храма Птаха, эпохи Рамцеса II, и там местный житель сокрушался, что, надо же, как обидно, за эпоху революции непорядочно его соседи построили новые свои дома на территории дворца некой Зулейки, которая была женой правителей Египта времен Иосифа. То есть это такое предание сказочное, но, тем не менее, есть четкое ощущение любви к своему прошлому. И все-таки я должен обязательно это сказать вслух, то есть вот вандализм и факты этих краж, это скорее исключение египетского народа. И на фоне того, как египтяне защищали свои памятники, это то, что, к сожалению, может случиться в любой стране. Знаете, когда мне приводили вот эти кадры в разграбление Каирского музея, говорили, что вот, а вот в Европе это было бы цен, все целым, я приводил кадры временем коронавируса войны. Это к старому спору о том, где же должно храниться. Никто не застрахован, к сожалению, потому что, ну вот, например, огромное собрание древности Ливерпульского музея, оно было фашистскими войсками, разгромлено во время бомбардировки полностью. И те памятники, которые даже каменные, остались целыми, не трескались во время пожара. Колоссальные потери были в музее Брюсселя, в Берлинский музей. Что-то успели спасти вошедшие советские войска, что-то американцы успели спасти. А сколько, опять же, горело. И ведь страшная цифра. Подождите, вот смотрите, вы сейчас, я вот соглашусь, с вами не готова согласиться, потому что вы сейчас приводите примеры, когда речь идет о войне. Война и революция, это все-таки немножко разные вещи. Особенно, если мы говорим о войнах, о войне в 20 веке. Я имею в виду, там, с точки зрения вооружения, какие уже тогда были. Потому что мы с вами можем таким также вспомнить Дрезден, да? Если не говорить о древностях, а говорить о более поздних предметах искусства. Но смотрите, дело в том, что если посмотреть просто на историю человечества, то мы, я вот просто не зря вспоминала до Антона, да, и революцию, которая пожирает своих детей, и она действительно пожирает в прямом смысле историческое культурное наследие. Потому что то, что ценилось предыдущей властью, предыдущими поколениями, нынешней, особенно в революционной ситуации, может быть просто полностью обесценено. В 21 веке мы с вами знаем только один пример. Это пример то, что было со статуями Будды в Афганистане, когда пришли талибы, которые сказали, нет, эти статуи, они оскверняют, да? В 20 веке ни одна революция, по-моему, которая произошла на нашей планете, не уничтожала то, что считалось сокровищем, то, что охранялось, то, что ценилось на протяжении долгого времени. И то, что произошло в Египте в 2011 году, оно как раз и пугает. Оно пугает. И хорошо очень, хоть и такой распространенный, да, в точке уже опошенный термин, очень хорошо газета «Аля Храм», это известный еженедельник египетский, она 11-й год назовала «Годом проклятия фараонов». Но, к сожалению, есть пугающая тенденция, потому что в начале февраля этого года было разгромлено полностью буддийское собрание Национального музея Мальдивы. Да, это вот один из свежих примеров, когда там были непростые непростые политические ситуации, да? Непростая политическая ситуация, сложное отношение к доисламским памятникам и определенное количество памятников, по-моему, около 80, если мне память не изменит, они просто разгромлены. Вот, поэтому это серьезный повод задуматься, и, честно говоря, вот в этом контексте меня порядком удивила оппозиция ЮНЕСКО. У нас, вы знаете, по отношению к Египту, и как мы воспринимаем ЮНЕСКО, 60-е годы, Асуанская плотина, Сарват Акаши и Кристиан Дрошин Блекур, которые обратились с призывом к мировой общественности, перенесенные храмы Абу-Симбела, за которыми стояла на самом деле гигантская кампания по спасению древности, просто Абу-Симбел стал маркой. А здесь меня совершенно потрясло, то, что, по-моему, не десятый день было короткое коммуникей Ирины Боковой, главы ЮНЕСКО, несодержательное, и потом небольшая комиссия из ЮНЕСКО посещала Египет, причем это больше напоминало турпоездку, потому что их просто приняли высокопоставленные военные, их повозили по Египту, показали им одну единственную зону, которая пострадала, после чего они уехали, пожелав в счастье берега Мила. Вот мы были очень все удивлены с коллегами, потому что все-таки в нашем представлении ЮНЕСКО – это очень активная, деловая и конкретная организация. Может быть, на этой ошибке стоит научиться, и ввиду того, что, к сожалению, печальные тенденции есть, более активно действовать, как-то предотвращать это, курировать, может быть, неспокойные регионы, и обеспечивать там охрану культурных ценностей. Вот смотрите, история с Афганистаном, по большому счету, тогда реакция мирового сообщества была мгновенной, все находились в состоянии просто шока, причем ведь есть даже, сразу кадры были получены, как это были ликвидированы на эти ситуации. А потом, спустя очень короткое время, Багдадский музей. Мне-то было страшно. Но я не могу сказать, что реакция была такой же, как она была. То есть, получается, что просто все меньше и меньше чиновники, пусть и ЮНЕСКО, и всяких всемирных организаций, они относятся ко всему этому все спокойнее и спокойнее. У меня такое ощущение, что именно так. Я понимаю вас, как египтолога, я там, условно говоря, понимаю, меня тоже это беспокоит в силу того, что я интересовалась всегда историей и так далее. Я понимаю, что там Египет это сокровищница. Хотя я очень много видела сокровища Египта в том же самом Берлине, в музее. То есть, в общем, скажем так, мне удалось там что-то увидеть, что-то посмотреть. И мне, в общем, не все равно, что смогут посмотреть мои дети, что перейдет потомкам. Но в данном случае мой голос, ну, это просто голос заинтересованного человека. Вы говорите, как профессионал. Однако, с точки зрения мирового сообщества трагедии не происходит. Здесь, мне кажется, все упирается в очень простой классический фактор личности. Потому что, если мы на секундочку вернемся в 60-е годы, ведь когда должны были быть затоплены в результате строительства высотно-насуанской плотины храмы, конкретный человек, не кто-то рядом, а конкретный человек, вот Кристиана Друшна-Блекур, которая была почетным хранителем Египетских коллекций музеев Франции, она составила это обращение, она добилась приема в ЮНЕСКО, то есть она, по сути, организовала эту компанию. И когда мы зачастую уже спустя годы говорим, а ЮНЕСКО спасло эти памятники, да, но вот здесь очень важна реакция профессионального сообщества, потому что тоже, что меня, в общем-то, очень сильно удивило в этой ситуации, мы подсознательно, как-то не печально, были, в общем-то, готовы, и в профессиональных кругах достаточно часто переговаривались, не дай бог, так, как в Багдаде, потому что Багдадский музей, конечно, поразил всех. И здесь, когда пошли события, и очень много же, естественно, передавалось по профессиональному кругу, когда в Египте появлялся интернет, мы все переписывались, очень многие коллеги боялись, что ли, говорить слух, причем здесь не было никакого запрета с египетской стороны, боялись сказать что-то неугодное, думали, а вот я сейчас что-нибудь скажу, там потеряю потом раскопки, и порой уже Египет заявляет о конкретных потерях, выходит кто-то из коллег на российской телевидении и говорит, нет, нет, все прекрасно, потерь нет. Вот это постыдно. Это постыдно, это обидно, потому что, ну, допустим, международные... А бои эти люди, чего боятся, я не очень понимаю. Ну, наверное, они боятся, что они что-то не то скажут в эфире, вдруг каким-то образом это будет там передано, хотя, опять же, я говорю, запрета никакого со стороны Египта не было, может быть, там им какие-то сложности потом с раскопками будут. А раньше же возникали проблемы, да, вот этот вот человеческий страх, простите, профессия археолог, она не предполагает никаких проблем, ну, вот за исключением того, что у вас могут на месте возникнуть какие-то сложности с оформлением бумаг или что-то такое. По сути, да. Вот этого боялись и потом еще, вы знаете, как, внутри как бы профессиональной структуры, то есть первые, ну, условно первые лица, ну, наиболее такие, да, известные эгиптологи, они просто молчали, ожидали, кто первый скажет это вслух, а молодое поколение молчало и оглядывалось на своих старших. Вот, собственно, мы были первыми, кто стал об этом бить тогда в тревогу обращаться во все СМИ и вплоть до, там, передошло до письма в аппарат президента, просто для того, чтобы привлечь внимание, тем более, что как-то традиционно складывалось, что у России было очень хорошее культурное всегда сотрудничество с Египтом, и это были и выставки, и культурные программы, и, ну, многое, 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 история очень добрая, и, на самом деле, Египет и с политической точки зрения, и с культурной, он всегда так оглядывается на Россию, что, ну, может быть, все-таки Россия что-то скажет, пометуй о Насре, о тех самых счастливых 60-х, и вот здесь, вот, конечно, меня поразило вот это глухое, глухое такое молчание, либо просто недостоверная информация, которая, к сожалению, высказывалась неоднократно некоторыми коллегами. Например? Ну, вы когда говорили, нет, все в порядке? Нет, все в порядке, да, на одном из федеральных каналов было большое интервью у одного моего коллеги, который, естественно, нервничает, говорил, нет, все в порядке. Он просто позабыл посмотреть, что три дня тому назад, до вот этого выступления, уже был официальный пресс-релиз вышел Совета по древностям с рассказом о конкретных потерях. Помимо Египетского музея в Каире речь шла именно о национальных хранениях. И здесь мне, тем более, это непонятно, что вот у конкретно этих людей, они потом опубликовали, один из моих коллег, фотографии своего хранилища. Это слой разбитых сосудов, разбитых рельефов, разбитых предметов. Это потом вышло в одном из российских журналов. И вот, честно говоря, мне кажется, что здесь вот на таком основании здесь не может быть сделок совести. Потому что все-таки нужно заявлять так, как это делали французы, так, как это делали американцы, так, как это делали многие другие люди. Но, с другой стороны, важный тоже, мне кажется, момент о конкретной пользе. Потому что можно много кричать, говорить, ах, там памятники грабят. Но конкретные предложения связаны с реставрацией предметов. Египту сделали две страны. Россия и Италия. А Россия в состоянии? Наши реставраторы действительно помочь? Да, у нас очень хорошие реставраторы, у нас сильнейшая реставрационная школа. И ввиду того, что вот все это курировалось со стороны Российской академии художеств, то есть наше письмо в итоге попало из аппарата президента туда, и там были выделены и средства, и конкретные специалисты были выбраны для этой работы. И что очень приятно, все-таки вот сильна Россия конкретными людьми, какими-то такими посылами. Определенное количество людей среднего и даже крупного бизнеса, оно согласилось дать какие-то суммы на пополнение вот этого фонда для того, чтобы это сделать. То есть Россия и Италия. Вот меня удивило, ни Франция, ни Германия, ни другие страны. То есть вот криков было много. Как один мой нидерландский коллега писал у себя в блоге, вот у него грабят его гробницу, в которой он работает в этот момент. И он говорит, а что остается здесь? Остается сесть и рыдать. Вот мы с коллегами так посовещались, сказали, вот мы так не умеем. Надо что-то делать. Надо что-то делать, потому что, ну что, понятно, что ты туда не поедешь и ничего не спасешь. Но хотя бы, если в твоей стране есть потенциал финансовый, реставрационный, какой-то другой, который ты можешь предложить, здесь нужно действовать, здесь не нужно сидеть. Потому что народ ждал, когда кто-то из соседей в первый выступец и скажет, вот мы сейчас пойдем и поможем. А здесь не надо ждать соседей, надо действовать самому. Ну вот мы с вами начали говорить о реакции мирового сообщества, о том, что вот кажется, что как-то неэмоционально оно отреагировало на те разграбления, которые были, на мародерство и, собственно говоря, на масштаб катастрофы с точки зрения истории и так далее. А вот если говорить о новых египетских властях, они адекватно относятся к этому? Вот те власти, которые пришли осенью... Притом, что им сейчас есть нечего, да? Там все очень плохо. И, допустим, мы должны прекрасно понимать, что тоже Министерство по делам древности, оно функционирует на определенный процент от заработка Министерства туризма. То есть вот с каждого билета, который вы покупаете, входя в пирамиду Хуфу, какой-то процент, там порядка 30% идет от Министерства древности. И Министерство древности, оно сейчас живет в долг. То есть на большие внутренние гранты, которые они берут из своего золотого резерва. Конечно, было очень сложное лето и начало осени, потому что все-таки это восточная страна, и как в любой другой восточной стране структура зависит от лидера. Более того, лидер меняется, рушится вся структура. До основания он набирает свою новую команду. И ситуация стабилизировалась только где-то к середине сентября. Когда в итоге пришел нынешний министр, то шаги есть. Шаги на самом деле очень хорошие и радостные. Во-первых, был составлен очень важный список тех памятников, на которых нельзя приостанавливать проекты. О чем я говорю? Например, есть древнейшая египетская пирамида царяна Черехета Джосера, 27 век до новой эры. Она в плохом состоянии. Ее начали консервировать египтяне совместно с европейскими специалистами. И революция приостановила проект. И пошло довольно серьезное обрушение. Вот даже в ситуации, когда не было денег, деньги были найдены, и буквально через месяц проект был продолжен. В Луксоре проект по поднятию колоссальной аллеи сфинксов, в которой сидел Карнаховский Луксорский храм, практически 3 километра. Этот проект. Несколько крупных проектов реставрационных связанных с гробницей. Они не были приостановлены, это очень важно. И это были именно деньги египетского правительства, а не деньги внешних спонсоров. Второй момент. Египет очень активно сейчас вложился в создание новых музеев. И эти проекты конечно не этого года, они строились по 5-6 лет, но был сделан такой рвок, на мир потрясающий европейского абсолютно уровня музея открыли в городе Суэция. Это история Суэцкого канала с глубокой древности, история этого региона. Это памятники начиная со времен фараонов через христианский период, в исламский период. Это великолепный музей священных крокодилов в городе Камомбо рядом с храмом этих существ. Это огромный музей. И главная вещь, о которой мы очень долго все переживали. Ведь сейчас же строится новый национальный египетский музей в Гизе. У пирамид. С другой стороны там идет обрыв плато. Это потрясающе красивый проект. Он уходит вглубь скалы с полупрозрачными алебастрами, фасадами. Это норвежский проект. В основном там задействованы японские деньги. Это все было остановлено. Мы, честно говоря, очень переживали, потому что если бы музей перевезли до революции, и музей не стоял бы на площади Тахрир, которая стала символом этой революции, возможно, таких потерь бы не было внутри музея. Ну уж как есть, в истории сослагательного наклонения нет. Музей стали достраивать уже третью очередь. То есть он функционирует. Там великолепные реставрационные мастерские. Туда переводятся сейчас памятники. И официально было объявлено, что в сентябре 2015 года будет открыта полностью экспозиция. Экспозиция грандиозная, потому что сейчас ее уже начинают монтировать. То есть Египет очень вовремя спохватился. И потом, вы знаете, опять же, мой взгляд человека, который очень много лет работает с египтянами. Во-первых, они люди не агрессивные, очень доброжелательные, и они действительно с уважением относятся к своему культурному наследию. То есть все-таки редко, когда в стране, которая еще, по сути, переживает последствия революции, вот такое количество культурных проектов возобновлено, причем крупномасштабных, открыто. И, ну, что здесь скажешь? Остается надеяться, что все-таки действительно в 2015 году мы увидим этот новый национальный музей. Ну, безусловно. Но вот скажите, если говорить там о реставрации, восстановлении, если говорить о том, что случилось с саркофагами, которые были просто фактически в щепку, их порубили, при том, что если это были раскопки, то с ними еще не была проведена никакая работа, никакие исследования. То есть получается, что огромное количество того, что впоследствии могло стать экспонатами того же музея египетского в Гизе вот этого в 2015 году, что так для человечества останется неизвестным, что это было, кто это было и так далее. По сути, да, потому что ведь мы говорим с вами об огромном контексте предметов, количестве предметов, которые были в своем историко-культурном контексте. И что-то, да, понятно, что во время находки предметов он сразу документируется. Вот что-то успели исследовать? Что-то да. Вот смотрите, вот существует ли вот в этом списке потерь что-то, что было только сейчас там открыто для человечества, да, но как открыто, так и потеряно? Понимаете как? Конечно, во время находки предмета, вот все-таки сейчас археология на очень высоком уровне находится, идет сразу же первичная фиксация предметы в процессе, раскопы и так далее. Беда в другом. Несколько тысяч предметов осталось только на фотографиях. И, допустим, опять же, когда пойдет полноценное исследование каких-то некрополей, каких-то городов, то есть тех зон, которые пострадали, многие вещи, они уже не смогут отдать ту ценнейшую информацию, которая в них была. Все-таки давайте вспомним, что у нас 21 век, археология давно перестала быть наукой поиска сокровищ или поиска каких-то артефактов. Все-таки это наука комплексного знания, восстанавливающая эпохи прошлого. И вот по науке был нанесен колоссальный совершенно ущерб, колоссальный удар. Хотя все-таки я тоже еще раз останавливаюсь на этом моменте, на моменте личном, потому что если все-таки полевой директор был в силах что-то сделать, такие случаи есть, то получалось очень хорошо. Приведу один пример, наверное, самый яркий и замечательный. Вот я уже упоминал в Луксоре на западном берегу Нила огромный храм XIV века, который стоит за известными колоссами Мемнона. Там было похищено два потрясающих предмета. То есть бюст огромный ливеноголуев богини Сехмед, богини войны, и потрясающий портрет фараона Менхотепа III. По питерским сфинксам все его прекрасно знают, могут себе представить уровень искусства. Это золотой век египетского искусства. Вот здесь, опять же, можно было кричать, биться в истерике, жаловаться египетскому правительству, там еще что-то. Хурек Сурзиан просто достался лишние деньги, проплатил частного детектива. Это были единственные предметы за всю историю египетской революции, которые были в извращении в течение двух недель. То есть просто частные детективы нашли этого человека. Оказалось, что украл вещи некий местный египтянин, у которого был магазин туристских поделок каких-то, ну, сувенирный, какая-то сувенирная лавка. Они напали на местную охрану, которая была абсолютно честной, усыпили хлороформом, вытащили те два предмета, там в основном колоссальные находки, которые можно было унести. Они были возвращены достаточно быстро. Но здесь, опять же, здесь позиция каждого из нас. То есть по сути вот ситуация критическая, революция, культурная катастрофа. И здесь абсолютно от каждого из тех людей, которые оказались внутри этой ситуации, зависит, что будет спасено. Вот мне кажется, это очень важно. Не думать, что сейчас придет полиция и спасет, или это потом найдут, а перепринимать те усилия, которые ты можешь конкретно предпринять. Наверное, как в любом другом таком деле. Ну, безусловно. Но, знаете, это, поправьте меня, опять же, если я не права, в данном случае речь может идти о вот событиях, которые там происходят в данный момент. В тот момент руководитель экспедиции принимал вот такое вот решение. Спустя год, что делать? Это то, что как... Уже дальше остается, по-моему, только уповать на правительство. Какой частный детектив? Это да. Какие волонтеры, понимаете? Это, конечно, да. Нет, понятно, что это та ситуация, которая может решаться только по горячим следам. Но здесь все-таки мы еще, мне так кажется, много еще увидим благодаря работе таможни. Ведь это совершенно поразительный был случай, когда дипломат, это был, по-моему, рубеж марта и апреля, когда дипломат одной крупной державы был пойман на таможне в Каирском аэропорту. Он отказывался, пользуясь дип-статусом, просвечивать свой багаж. А дело в том, что с начала революции именно по причине опаски вывоза вещей все дип-статусы были сняты египетским правительством. Его заставили просветить багаж. Там находился некий памятник древнегипетский с виду. У дипломата была истерика, вызвали экспертов из Высшего совета по древностям. Памятник оказался достаточно хорошей подделкой. И человеку извинились, предложили ему забрать вещь и улететь в свою страну. У человека случился обморок. Вы можете представить, сколько он заплатил за этот предмет. Он думал, что он подлинный. И после этого он некрасиво подарил таможне этот памятник, благодарный за египетскую революцию, улетел в свою страну. Подлинные египетские памятники ловились на подъездах к Хургаде. То есть местные жители просто везли туристам и явно на заказ, потому что Хургада это то место, где все-таки люди едут туда отдыхать, нежели там какие-то древности искать. Либо здесь еще тоже такая вещь, которая раньше была очень сильно, очень развита, так называемое арабское единство. Потому что сейчас этого нету. И, например, иорданский водитель с огромной фурой, которая везла молочные продукты, пересекал границу в районе Синайского полуострова. И египетские таможенники по его внешнему виду поняли, что он нервничает, стали обыскивать. У него там было в машине спрятано 29 бронзовых статуэтах египетских богов, золото древнеегипетское. Совершенно потрясающие памятники, причем поразительно, что, видимо, это какой-то достаточно старый воровской раскоп, потому что до сих пор никто не может понять, откуда эти вещи. А, вот так вот даже. Это явно совершенно не одно из археологических хранений. И в целом, благодаря вот таким людям и таким поступкам, результаты неплохие. Например, в хранении Алькантара-Шарк, это северо-восток Египта, там было очень много ценных вещей в этом здании, потому что готовится новый музей египетских древностей в Шарм-эль-Шейхе для тех туристов, которые приезжают туда отдохнуть. Вот из 800 предметов, из 800 предметов, которые были похищены в первые же дни египетской революции, практически в течение 10 дней удалось вернуть 300. Это очень много. Это очень много. Теперь уже по одиночке предметы стекаются. Но потерь много. Вот, насколько мне известно, 28 предметов сейчас не досчитывается в египетские музеи в Каире, после последнего предмета, который пришел в январе. И среди них есть знаковые вещи. Вы знаете, такая моя, может быть, не только моя, но и профессионального сообщества личная грусть. Был потрясающий памятник из гробницы Тутанхамона, богиня Менгерет, огромная деревянная позолоченная статуя, и эта богиня несет маленького, крохотного Тутанхамона ребенка в новое рождение, в новый мир. Эту статую украли, у нее отломили маленькую фигурку царя, и саму статую богини, разломанную на две части, нашли в мусорном бачке рядом с египетским музеем. Ей нет аналогов. Вообще. Ни в одной другой коллекции египетской мира. Это абсолютно уникальный памятник из царской гробницы. Маленькую фигурку царя так и не нашли. И подобных вещей достаточно много. Просто сейчас они уже через год начинают забываться, а мне все-таки кажется, есть, естественно, выпущен этот список потерь египетского музея в Каире. Более того, через... Это немножко смешно. Через год Международный совет музеев через год выпустил так называемый красный лист египетских древностей. То есть это такая большая ориентировка для работников таможней разных стран, какого плана памятники нелегально могут быть выведены с территории Египта. Через год. Это тоже вот об общественных всяких таких вещах. Это поразительно. Вы знаете, поскольку есть у меня такая слабость искать теорию заговора и так далее, вот в эту теорию заговора, может быть, и укладывается реакция, которая была только через год вот с этим красным листом. Вы же знаете о том, что появились слухи, что практически сразу же после того, как был именно разграблен Ришфер, в первую очередь шла музей в Каире, что это были не только и не столько кражи, учитывая их неподготовленность и так далее, что на самом деле все это было внешней ширмой, что это все определенные попытки замести следы со стороны фальсификаторов в истории, что определенное количество каких-то экспонатов, а именно какие-то папирусы, что всю подлинность вызывало сомнения. Вы знаете, я не соглашусь в том, что касается Египетского музея в Каире, но просто потому, что я работаю с этим музеем очень много лет, я знаю, как идет комплектование, как идет работа, там другой вопрос, там переполненные подвалы, в которых можно произвести археологические раскопки, там есть масса предметов, которые до сих пор ненесены в инвентаре, это только сейчас работа ведется, но нет, то есть, допустим, никаких таких ярких памятников, которые вызывали бы сомнения, на мой взгляд, там сомнительных не было. Нет, я как раз говорю о том, что как раз используя вот это ограбление, что ограбление было операцией прикрытия для попытки, вот, чтобы замести следы. Скорее, скорее вы знаете, скорее это... Нет, то, что сейчас на рынке много появится фальшивок, что вот это вот было там украдено, там вам будут отмигивать, логичная история с дипломатом как раз... Да, как раз хорошо это иллюстрирует. Да, но вот то, что некоторые артефакты, которые были предъявлены мировому сообществу как настоящие и вызывали у мирового сообщества сомнения, сейчас признаны украденными, потому что не получилось предъявить как настоящие. Наверное, я не соглашусь с этой теорией, потому что вещи пострадали... Понимаете как? Каирский музей это гигантское хранение. И несмотря на то, что, к сожалению, с годами он все больше и больше напоминает сарай, поскольку он не выдерживает просто объема памятников, которые в него поступают как в хранилище, все равно на двух этажах, которые вы видите, на самом деле огромный подвал, еще есть третий этаж у музея Флигеля, где не бывают туристы никогда, там все равно стоят вещи наиболее ценные, наиболее яркие. И за большинством, ну за 90% этих вещей, очень серьезные исследования, они происходят с конкретных раскопов, то есть за этим стоит очень большая наука. И если этот предмет вызывает какое-то сомнение, он просто не появится никогда в экспозиции, потому что подлинникам это места не очень хватает внутри египетского музея. Если говорить не о египетском музее, а говорить о других хранилищах, тем более о провинции. О провинции здесь тем более проще, потому что это вещи, которые непосредственно найдены в раскопе. У них у всех есть конкретное происхождение, где они найдены, в каком историческом пласте и так далее. Здесь вопрос в другом, что из-за того, что Каирский музей переполнен, он по сути уже не принимал даже самые ценные памятники. И если обычно в предыдущие годы в национальных хранениях оставались вещи, ну скажем так, безусловно исторически очень важные, но там не было шедевров первой величины, которые сразу же уходили в Каир, то сейчас какое-то количество таких шедевров первой величины пострадало. Просто потому, что Египетский музей никуда не принимал. Уже просто не принимал. Не принимал. И в итоге титанический был труд. Есть потрясающий доктор Ясмин Альшазли, это директор Центра документации Каирского музея. Они ночами с молодыми сотрудниками и сотрудницами перетаскивали под Египетским музеем экспонаты, сдвигая их к стенам, для того, чтобы быстро перевести внутрь в подвал музея хранение дельты. Потому что дельта Египта, она с одной стороны, она немножко оторвана. С этой стороны это крупный такой агрикультурный район, в основном сельскохозяйственный. И там было очень неспокойно. То есть, вот я привел пример, когда одну гробницу просто разобрали на части. И когда стало понятно, что хранилища дельты, они подвергаются очень серьезной опасности, то египетский музей любой ценой стал принимать памятники. И здесь, конечно, осталось огромное количество неупомянутых людей, которые просто совершили подвиг. Вот свой конкретный маленький подвиг ночами двигали вещи в подвале египетского музея, чтобы принять новый шедевр, который мог бы быть украден. Не могу не спросить, несмотря на некую наивность этого вопроса в конце, о мумиях ибисов. Почему в таких количествах их выносили? Не только ибисов, на самом деле огромное количество священных животных. Смысл был следующим, что... Евгения просто до сих пор в это верят? Я как-то пытаюсь понять. Во-первых, огромное количество миф и легенд существует, что якобы для изготовления мумий использовалась некая мистическая красная рту, с помощью которой можно вызывать духов. Это верят до сих пор в египетской деревне. Выносили... А ибисы и прочие животные, это просто потому, что они маленькие, а взять мумию, которую там только что из саркофага выковырили, бессмысленно. А из Каирского музея с лаборатории реставрационной пытались украсть две головы мумии, они безымянные, их просто исследовали на предмет консервации. И потом, когда грабители поймали, спросили, зачем? Оказывается, вот есть такие мистические поверья вокруг всего этого в египетских деревнях, и это тоже пытались сделать. То есть здесь еще и не то чтобы необразованность, а необразованность, которая сыграла и в плюс в египетской истории, потому что не пострадали самые ценные вещи, признаемся в этом. А с другой стороны, поразительно на то, что одна миссия тратит свое время и делает образовательные курсы для тех ребят, молодых, которые живут рядом, и эти миссии не пострадали, потому что там все друг друга знают, там все друзья. А те люди, которые чуть больше со спесью относились к местным, они в итоге пострадали больше всех. Вы приведите сейчас образовательную программу, объясните мне все-таки про Ибисы. Почему именно они относятся? Не только. Ибисы вообще священную мумию. Мумию, мумию, потому... Именно ради красной ртути, да? Да, да, да. Ничего такого. Нет, ничего такого, ничего такого, потому что ведь, допустим, в археологических хранениях количество Ибисов измеряется миллионами, потому что их миллион по 4, по 5 миллионов, это действительно прямая цифра, потому что это был как бы объект молитвы. Древний египтянин приходил в храм, у него была какая-то просьба, он покупал мумию священной птицы, эта просьба начитывалась и передавалась некрополь, и как бы забальзамированная птица должна была передать молитву тому божеству. Одна птица, одна просьба. Да. Две просьбы, да, две птицы. Поэтому вот по 4, по 5 миллионов, то есть это гигантские хранилища, и здесь ничего исключительного в них нету. Есть вообще вот отношение к бальзамированию, потому что на самом деле в свое время очень хорошо сказала леди Люси Дафф Гордон, это была такая потрясающая британка в 19 веке, которая бросила Лондон и на крыше занесенного песком луксорского храма основала клинику для больных детишек. Она написала, что когда вы приезжаете в Египет, то сверху вы увидите Коран, под Кораном вы увидите следы написанной Библии, под Библией вы найдете слова Геродота, но сквозь все это видны древнеегипетские тексты. И сознание египтянина таково, что фараоны живут внутри него куда сильнее, чем он сам об этом думает. Вот я предлагаю на цитате этой прекрасной женщины сегодня и закончить. Спасибо большое, что пришли. Я напомню, что сегодня героем нашего времени был Виктор Солкин, президент Ассоциации по изучению древнего Египта. Программу провела Екатерина Шергова. Я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин